добрый день пожалуйста слушаю вас по итогам года у я с очень хорошие показатели развития по всем направлениям и я хотела спросить чем вы это связываете потому что и ситуация в мировой экономике сложная и санкции новые водится и почему такие показатели и как вы оцениваете итоги сегодняшней встречи а также на ваш взгляд как будет развиваться я я за дальнейшем то есть ваш прогноз развитие организации на ближайшее время и на среднесрочную перспективу ну что касается хороших результат хороших результатов то могло бы быть и лучше и мы и хотели бы чтобы было лучше правда когда нам предрекали спад экономики в россии на 20 процентов спад есть но 2 и 9 процентов это конечно разница большая и мы понимаем что те кто предрекал нам такое на развитие события сильно ошиблись а мы как раз не ошиблись и сказать о том что у нас вышел очень хорошо наверно тоже нельзя потому что спад то он есть но на ситуация действительно лучше чем во многих других странах по целому ряду составляющих по той же инфляции я говорил об этом у нас вот 12 с небольшим 12 2 12 3 будет по году а в европейских странах 17 20 свыше 20 то есть но для европейской экономики абсолютно запредельные величины это совершенно очевидная вещь это же никто не придумал то же касается продовольственное продовольствие стройки я тоже об этом говорил если говорить об яс в целом евросоюзе в целом евразийском союзе в целом то да у нас ситуация устойчивая и один из основных показателей это безработица она ниже чем во многих других странах это откуда это такой результат но все-таки на вот фундаментальных основ наших экономик российской экономики в том числе и не в последнюю очередь и от тех мер по стабилизации экономики которые мы принимаем и в россии и евразии в целом мы ничего не закрываем в отличие от некоторых других стран мы не взламываем принципы рыночной экономики мы не вводим никаких ограничений между собой наоборот мы делаем все для свободного движения капиталов товаров рабочей силы это важно для нас и для наших партнеров по евразии имеет практическое значение если говорить по макроэкономическим показателям то состояние устойчивое состояние российской валюты рубля она благотворным образом отражается и на на экономике на финансовых системах наших партнеров вот мы говорим о безработице у нас ниже чем в пандемийный уровень было было там до пандемии 4,7 процента а сейчас 3,9 но для наших партнеров по евразии это имеет прямое значение ведь не секрет сотни тысяч но это миллион из них там граждан этих стран наших друзей партнеров работают в россии это значит их рабочие руки востребованы это значит что они направляют средства на поддержку своих семей в свои страны а это значительная часть доходов той или иной страны это вот следующая часть еще одна составляющая это энергетический рынок но я же уже сказал если в в европе цены на тот же газ зашкаливает уже там сколько тысяча сколько там тысяча семьсот да или сколько лишь сейчас линии 1700 уже позавчера было да но здесь в некоторые страны мы продаем газ больше чем в 10 раз дешевле понимаете не просто в 10 а больше чем в 10 раз дешевле но это же стабилизировать экономику наших стран партнеров они могут прогнозировать свое развитие поддерживать комбы другие и отрасли производства сельское хозяйство развиваются у всех то в том числе на базе на базе химической отрасли на базе удобрений удобрения развиваются у всех очень энергично очень эффективно работает у нас по базовым продуктам нет никаких проблем мы являемся экспортерами вот и от там где от нас нужно нашим партнерам и продовольствие поставляем причем по на вполне доступным ценам вот все это вместе все это вместе а также я бы сказал это тоже не не последнее место занимает в общем результате такой настрой на совместную работу и на поиск решений даже там где они казалось бы давались в течение многих лет достаточно ходе сложных переговоров доставались нам как результат но у нас получается тем не менее мы договариваемся вот поэтому все это вместе дает такой мы действительно согласен положительный результат совместной работы владимир владимирович российская газета айсель гириханова у меня вопрос по обмену виктора бута россии долго этого добивалась не поделитесь с нами извините пожалуйста вы спросили еще ближайших там шагах да как вы видите дальнейшее развитие организации в ближайшее время извините сейчас я отвечу на ваш вопрос я просто вы много так всего спросили значит ближайшие шаги и и перспективы развития перспективы думаю у нас хорошие ближайшие шаги очень конкретные и первое первое что мы должны сделать и о чем мы договорились я считаю что это договоренность является очень важной мы договорились о создании механизма по поддержке нашей кооперационной деятельности в сфере реального производства в сфере промышленности вот думаю что для повышения нашей общей на технологической независимости технологического суверенитета это имеет очень большое значение это кстати говоря результат нашей сегодняшней работы ну а в ближайшее время ближайшие пару лет мы должны реализовать наши договоренности которые были сформулированы раньше а именно добиться создания единого рынка газа в течение ближайших двух лет сформировать принципы его работы не перейти уже к практической реализации общего рынка электроэнергии и это тоже чрезвычайно важно сложная работа сложная работа много вопросов связанных с согласований согласованием позиций но вы знаете сегодня у нас была очень хорошая дискуссия на эту тему и очень многое стало понятно что ведь это не позиция россии только знаете держать цены или поднимать цены или чего-то кому-то не давать нет это вопрос цены это это вопрос прежде всего согласование экономической политики вот чтобы скажем у нас разный уровень субсидирования внутренних цен это пара разные причины вызывают такую ситуацию социально-экономические даже политические исторические в какой-то стране сложилось так что цены для комбыта для внутреннего потребления очень сильно субсидирует но сегодня на завтра нельзя отменить это субсидирование в силу целого ряда вот тех же самых социально-политических и даже экономических причин это требует времени а в другой стране субсидирования меньше там более рыночные ценообразования значит транспорт допустим то те же тарифы по транспорту вот смотрите у нас в россии на западной границе россии примерно но у нас по россии примерные тарифы на всю страну они разнятся немножко но в целом мы их выравниваем самое дешевое газ где должен быть тот который ближе к месту добычи самые что транспорта нет вот в ямало-нецком округе он должен был быть самый дешевый но страна огромная мы же не можем в ямало-нецком округе сделать на газ бросовым так а где-нибудь там на дальнем востоке или или на западной границе за предельно дорогим поэтому мы субсидируем по сути делать эту транспортную составляющую для конечного потребителя но для того чтобы говорить о едином рынке газа мы должны выработать это единые принципы субсидирования это все понимают это требует времени значит это требует совместная работа в области налогообложения в области согласования правил и внесения изменений в налоговые кодексы функционирование самой налоговой системы с применением современных технологий нет противоречий и непонимания каким способом мы должны достичь этих результатов ну нужно просто напряженно работать в течение ближайших двух лет я думаю что мы по многим из этих позиций по многим этим позициям мы добьемся результата у нас очень хорошая перспектива по развитию транспортной инфраструктуры и логических логистических цепочек очень многие страны мира заинтересованы в создании современных коридоров новых север и юг запад восток все хотят даже не страны член нашей организации готовы прямо если вот мы будем делать некоторые проекты которые мы анонсировали которого вместе с нами идти прямо и софинансировать потому что выгодно очень поэтому у нас очень много важных и интересных направлений это представляет интерес для всех участников 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 евро зес а если интерес представляет то уверен и организация будет укрепляться и все эти проекты будут реализовываться да извините пожалуйста да и сельхариханова российская газета вопрос по виктору будто долго россии добивалась его обмена наконец это произошло хотелось бы услышать деталей кто вел переговоры продолжатся ли они и говорят ли вообще вот эти контакты по обменному процессу о том что есть шанс на налаживание более широкого диалога с американцами или это только про обмен и еще один вопрос а продолжится ли контакты сергей нарышкина с главой цру значит что касается обменов то эти эту тему нас ведет в данном случае вела федеральная служба безопасности фсб значит фсб договаривалась изначально вела переговоры вот достигла такие таких результатов о которых вы сейчас узнали контакты продолжаются они собственно говоря по линии спецслужб никогда и не прекращались возможно ли другие обмена да все возможно это это результат переговоров и и поиска компромиссов в данном случае компромиссы были найдены мы не отказываемся от продолжения работы работы в будущем что касается контактов по линии спецслужб да можно ли это считать как прологом к прологом к диалогу с сша по другим вопросам но это специальный вопрос такой специфический прямо скажем и мы не ставили перед собой задачи от них от этих переговоров переходить каким-то другим ну конечно они создают определенную атмосферу это правда но в в рамках этих переговоров никаких других вопросов не обсуждается это первое второе что касается контактов по линии спецслужб свр и цру с одной и с другой стороны это была не наша инициатива это была инициатива американской стороны президент байден предложил это мы согласились как вы видите в целом переговоры от них мы и не ожидали ничего сверхъестественного они прошли в нормальном рабочем режиме партнеры договорились о том что эти контакты будут продолжены добрый вечер павел зарубин телеканал россия возвращаясь к ценам на нефть и газ вот одна из самых обсуждаемых мировых тем последних дней это введенные западом потолок цен на российскую нефть уже очень много рассуждений есть по этому поводу поэтому хотелось бы задать такой конкретный вопрос так как мы в итоге на это будем отвечать будет ли этот ответ соразмерным симметричным несимметричным и что в итоге будет с российским бюджетом хватит ли россии денег спасибо на этот счет не переживайте дело вот в чем дело в том что предложенный потолок соответствует тем ценам по которым мы сегодня то продаем в этом смысле это решение нас никак и не затрагивает нам честно говоря не это важно да цены формально там чуть повыше но на нашу смесь она чуть пониже на бренд поповыше и роз чуть пониже плюс мы еще скидки многим партнерам делаем примерно к этой цифре все и сходится поэтому у нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах дело совершенно не в этом и это касается далеко не нас не только нас это касается всех производителей почему потому что если кто-то согласится когда-то с тем что потребитель будет определять цену то тогда это приведет коллапсу самой отрасли потому что потребитель всегда будет настаивать на том чтобы цена была пониже отрасль и так недоинвестирована недофинансирована а если еще мы будем слушать только потребителей то тогда это инвестирование сведется к нулю все это приведет на каком-то этапе к катастрофическому всплеску цен и к обрушению мировой энергетики вот чему это приведет это глупое предложение не продуманное и не просчитанное поэтому дело не в нас а дело в общем состоянии мировой энергетики мировых энергетических рынков оно вредное для мировых энергетических рынков повторяю на мы и так продаем примерно по этому цену так что за бюджет не не переживайте но но повторяю еще раз вот какому-то следует какому-то нерыночному вредному решению было бы глупо для всех в том числе и для потребителей в том числе потребители потому что потребители должны осознать вот будь будут настаивать на ценах которые им приятны если даже они добьются этого цену идут вниз инвестиции сведутся к нулю в конечном итоге цены взлетят до небес и ударят по ним по тем кто кто такие решения предлагает что касается нашей реакции то я уже говорил мы просто не будем продавать в те страны которые такие решения принимают на мы подумаем может быть даже а возможно а возможно я сейчас него что это решение но подумаем при необходимости и возможных сокращения добычи у нас есть договоренность опек плюс по известной планке добычи вот мы подумаем что дополнительный если потребуется я имею сейчас россию повторяю мы думаем на этот счет решение пока никаких нет а а конкретные шаги будут изложены в указе президента россии который выйдет в ближайшие несколько дней пожалуйста добрый день константин панюшкин первый канал вопросы спецоперации как вы оцениваете текущее положение дел в среду вы общаясь с первозащитниками сказали что вот цитата это будет длительный процесс если можно пояснить пожалуйста что имелось ввиду и еще по следам все той же самой встречи там прозвучала ваша фраза цитата если россия не применит ядерное оружие первый значит и второй тоже не применит вот эта фраза надела много шума разъяснить пожалуйста что имелось ввиду значит что касается длительности процесса и свой я имел ввиду длительность процесса урегулирования и свой свой своим чередом все стабильно у нас никаких вопросов там и проблем сегодня нет но все вы видите это достаточно прозрачно ведет себя министерство обороны все что происходит в реалиях на земле все отражается в ежедневных сводках министерства обороны так все на самом деле объективно и обстоит мне добавить здесь нечего а вот процесс урегулирования в целом да он наверное будет непростым и потребует определенного времени но так или иначе ну всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями которые складываются на земле вот это первая часть вашего вопроса вторая что касается использования понимаю что всех беспокоит всегда беспокоило как только ядерное оружие появилось вообще оружие массовое поражение всегда людей все человечество беспокоит а что будет с планеты с нами смотрите что я имел ввиду я поясню некоторые вещи у соединенных штатов есть теория превентивного удара первое второе они разрабатывают систему обезоруживающие удары что это такое это удар нанеси нанесение удара современными высокотехнологичными средствами которые по пунктам управления должен наноситься лишать противника этих систем управления и так далее какие-то современные средства это крылатые ракеты которых у нас не было в свое время у нас же не было крылатых ракет наземного базирования мы от них отказались порезали их а американцы по умнее были в тот период времени когда вели переговоры с советским союзом наземные то порезали свои воздушного базирования морского оставили они в договор не входили и мы оказались безоружными но теперь они у нас есть и они более современные и более даже эффективные вот первое второе предполагалось также нанесение этого превентивного на обезоруживающего удара с помощью гиперзвуковых систем но пока в штатах нет а у нас есть поэтому если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе то может быть подумать о том чтобы взять на вооружение на работе наших американских партнеров и их идеи обеспечения своей безопасности мы просто думаем над этим никто же не стесняется когда говорят об этом вслух на в предыдущие времена и годы это первое второе вот в штатах есть теории даже практика у них стратегии в документах на профессор превентивный удар у нас нет у нас же ответ в нашей стратегии сформировал сформулирован ответ на встречный удар ну ничего здесь секретов то нет на кей что это что такое ответ на встречный ответ на встречный то есть в ответ это как наша система спрэн система предупреждения о ракетном нападении фиксирует старты ракет в направлении территории российской федерации фиксирует старты произошли потом начинается ответ вот мы же регулярно проводим учения наших ядерных сил вы же видите это все мы не скрываем мы информируем как и положено по нашим договорам на со всеми ядерными странами сша мы информируем партнеров о том что мы такое учение проводим они тоже делают все то же самое я вас уверяю после того как на спрн получает сигнал о ракетном нападении с нашей стороны в воздухе оказывается сотни сотни наших ракет остановить их невозможно но это все таки ответный что это значит это значит что падение головных частей ракет противника на территории российской федерации неизбежно они все равно падают правда от противника ничего не останется потому что перехватить сотню ракет невозможно и вот это конечно сдерживающий фактор серьезно сдерживающий фактор но если противник считает потенциально что возможно возможно использование теории превентивного удара а мы нет то все таки это нас заставляет задуматься о тех угрозах которые нам создаются вот такого рода идеями в сфере обороны других стран вот и все добрый день агентство тасс юлия бубнова ангела меркель на днях сказала что минские соглашения в свое время были заключены только для того чтобы дать украине время подготовиться и потом уже вы воевать с россией вот скажите как мы такое воспринимаем и знали ли мы что наши партнеры так поступают с нами спасибо честно говоря для меня это было абсолютно неожиданным это разочаровывает я откровенно говоря не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера потому что я всегда исходил что руководство федеративной республики ведет с ними с нами себя искренне да но конечно на стороне украина находилась поддерживала украину но мне все таки казалось что что руководство федеративной республики всегда искренне стремилась к урегулированию на принципах который о которых мы договорились и которые были достигнуты в том числе и в рамках минского процесса вот то что сейчас прозвучало говорить только о том что мы все правильно сделали с точки зрения начала специальной военной операции почему потому что оказывается все эти минские соглашения никто не собирался исполнять руководство украина словами бывшего президента порошенко тоже об этом сказалось не собирался подписывал не собирался исполнять но я все-таки рассчитывал что другие то участники этого процесса были искренне с нами оказывается они тоже нас обманывали и это смысл заключался только в том чтобы накачать украину оружием и подготовить к боевым действиям но мы видим да это видимо мы поздно сориентировались честно говоря может быть и раньше все это надо было начинать на просто мы рассчитывали на то что все-таки сможем договориться в рамках этих мирных соглашений минских мирных соглашений но но ну что что ну что ж на это скажешь возникает сейчас вопрос конечно вопрос доверия и так то доверие конечно почти на нуле но после заявления подобного рода конечно возникает вопрос доверия как договариваться о чем и можно ли с кем-то договариваться и где гарантии вот это конечно вопрос но все равно в конечном итоге договариваться придется я уже много раз говорил что мы к этим договоренностям готовы мы открыты но это заставляет нас задуматься конечно задуматься о том с кем мы имеем дело давайте заключительный вопрос один заключительный пожалуйста а интерфакс ксения голованова владимир владимирович удалось ли вам здесь в бишкеке обсудить с президентом казахстана и премьер-министром узбекистана идею которую недавно со ссылкой на вас озвучил такаев о создании некого тройственного газового союза известно что ташкент давно получает газ от газпрома из туркмении почему сейчас стал вопрос о поставках российского газа по какой газопроводной системе это может осуществляться и вообще это вот по вашей оценке дело ближайшего будущего поставки газа из россии в узбекистан здесь никаких секретов нет вот мы начали с первого вопроса коллега ваша задавала и как бы указал на то что в целом экономика страны евразес находится в удовлетворительном состоянии стабильный является как минимум и перспективы хорошие это так и есть но на это означает что экономики будут расти они растут и сейчас и будут расти в будущем а в свою очередь это означает что увеличится увеличится объем потребления энергоресурсов уже сейчас не хватает и такие энерго добывающие газ добывающие страны как казахстан и узбекистан они смотрят вперед конечно и правильно делают там очень хорошие экономические команды созданы такое стабильное политическое руководство и президента обеих стран смотрят вперед считают сколько потребуется в ближайшие годы не приходят к выводу что им нужны будут дополнительные объемы дополнительные ресурсы имея ввиду в том числе их обязательства по на возникшие в предыдущие годы по им по экспорту у них есть обязательства по экспорту и вот это все и свое потребление растет и экспортные нужные обязательства исполнять все это вызывает необходимость нам еще раз сверить часы посмотреть как это все устроено и что мы можем сделать дополнительно можем или нет да можем но вопросов много но например на ведь север казахстана получает получает с оренбурга газ но на оренбург на наше предприятие по переработке газа он приходит с карджанака с месторождения из казахстана значит в казахстан приходят по внутренним ценам россии для того чтобы прокачать в узбекистан нужно использовать соответствующую газотранспортную систему созданную еще советском союзе и он ремонтировать надо там все свести тоже там две нитки одна не используется вообще а вторая используется для того чтобы подавать газ кара кочаганака в оренбург а если подавать их в этот газ в узбекистан она должна работать в аверсном или в реверсном режиме джи вопрос значит стоит сразу другой вопрос надо строить тогда отдельную трубопроводную систему через территорию казахстана в узбекистан она стоит 200 да и в россии надо еще построить внутреннюю инфраструктуру для дополнительной подачи среднюю азию в россии на территории российской федерации а это ни много ни мало где-то 260 миллиардов рублей здесь очень много вопросов которые которые требуют взаимного согласования проработки и принятия согласованных может быть даже где-то компромиссных решений они точно могут быть найдены вот в этом смысле это это может быть какой-то такой альянс энергетический но у нас есть обязательства и перед странами еврозес а узбекистан он пока наблюдатель но это конечно для того же узбекистана это тоже повод для того чтобы присмотреться повнимательнее к работе еврозес и найти здесь точки соприкосновения с еврозес в целом здесь нет ни одного непреодолимого препятствия но это требует очень системной работы на экспертном уровне и просчетов финансовых согласования участия каждой страны в этих инвестициях все готовы кстати говоря все и хотят этой совместной работы и до готовы даже к совместным инвестициям это хорошая большая очень перспективная работа и из таким с хорошей перспективой на будущее мы мы будем работать она эта работа начата сейчас в москву приезжают коллеги по моему из из казахстана из узбекистана были недавно миллер туда поедет пару на уровне вице-премьеров идет работа работа она уже идет и имеет хорошие хорошие заделы и уверен будут хорошие результаты спасибо кто-то руку поднимал давайте пожалуйста спасибо большое это жалбунов нтв владимир владимирович хотелось бы ненадолго еще вернуться буквально к теме слова все-таки нельзя не обратить внимание какого значок сегодня тоже вы совсем недавно говорили о том что предпосылок для возобновления частичной мобилизации сейчас точно нет но если немного конкретизировать то какие факторы могут повлиять на изменение этого решения или даже после нового года россиянам точно не о чем переживать нет таких факторов сегодня они про не просматриваются я сказал 300 тысяч было признано в рамках мобилизации давайте повторю еще раз 150 тысяч находится в группировке из тех кто находится в группировке только половина но чуть больше 7 из 7 в боевых подразделениях остальная половина значит или на вторых третьих позициях это фактически роль 3 территориальных войск либо занимается дополнительной подготовкой а еще 150 тысяч вообще не находятся же в группировке они эти ребята находятся на полигонах и учебных центрах какую-то да какой какая дополнительная это это считаете такой боевой резерв половина всех мобилизованных половина поэтому как мобилизации дополнительно но сейчас речи нет никакой значит это этого этого знаете что как ни странно мы этот уже обсуждали надо смотреть смотреть по ситуации по развитию может быть одни формирования менять на другие чтобы все же будут иметь статус участников боевых действий ну если кто-то там на дальнем востоке допустим ли в сибири еще тренируется а кто-то находится все эти зоне боевых действий это же разные вещи но надо смотреть на это министерство обороны генеральный штаб думают над этим примут решение во всяком случае тушко с мобилизации мне кажется я дал полноценный ответ дональд кортера что дэй владимир владимирович жосеп борел заявил что африка поддерживает россию потому что цитирую можно предположить что эти люди не знаю где находится донбасс может даже не знаю кто такой путин какая реакция ваша на это сказал жосеп борель большой крупный деятель современности политический деятель современности так обрежнее когда-то говорили но в африке знают что такое россия где находится россия в африке знают ту роль которую сыграла россия в ходе освобождения от колониализма нет практически ни одной африканской страны которая не получила бы свое время нашу поддержку политическую информационную экономическую иногда и военную у нас очень устойчивые очень добрые дружеские отношения с африканскими странами они продолжаются если бы вот те люди о которых говорили знали где находится африка и в каком состоянии находятся народы африки тогда не препятствовали поставки на африканский континент российских российского продовольствия и российских удобрений от которых зависит в конечном итоге урожай в африканских странах и спасения сотен тысяч людей в африке от голодной смерти до сих пор но еще даже не смогли вывести из-за некоторых портов морских портов европейских стран наши удобрения которые готовы я уже об этом много раз говорил передать африканским странам бесплатно частично этот процесс пошел под давлением генерального секретаря оон но до сих пор проблема так и не решена вот пусть и некоторые политические деятели в евросоюзе перестанут болтать языком о любви к африканским народам займутся оказанием прямой поддержки этих стран в том числе не скупают на на деньги которые они печатают продовольствие на мировых рынках не поднимают цены не раздувают инфляцию и не ставят народы африки безвыходное положение и не мешают хотя бы россии осуществлять такую продуктивную напряженную и нужную для африканских стран работу направленную на поддержку людей которые которые в этой поддержке нуждаются на этом закончим спасибо спасибо большое да андрей ну хорошо давайте спасибо газета коммерсант андрей колесников я знаю сегодня илья яшин получил блогер получил восемь с половиной лет по статье о фейках вам не кажется что за слова восемь с лет но это какой-то зверский срок значит мне значит я знаете как в народе говорят если кажется надо креститься я все-таки базовое образование получил в ленинградском тогда государственном университете и хочу вам сказать что вмешательство в деятельность судов считаю абсолютно недопустимым подвергать сомнению решения суда считаю нецелесообразным есть определенные законом обозначенные права защиты граждан так как они хотели бы это делать можно обратиться на вышестоящую инстанцию адвокаты господина я же наверняка знают как им надо поступить ну елки-палки ну давайте спасибо большое вера десятого радио вести fm и маяк последнее время приходит противоречивые сообщения о снабжении армии вы говорили что чего чего приходит противоречивые сообщения о снабжении армии вы говорили что проблемы решаются или они уже решены но тем не менее поток сообщений от бойцов с передовой не прекращается обращение поступает коэнкором к волонтерам они просят не только обмунитирование это и медицина в том числе потому что расходники очень быстро заканчиваются и такой вопрос кому верить отчетом министерства обороны или бойцам с передовой верить никому нельзя только мне можно хорошо а мы мы работаем с министерством обороны регулярно практически каждый день обсуждая с ними эти вопросы должен сказать что проблемы действительно были значит судя по тому что вы говорите наверное остаются хотя меня заверяют в том что они становятся все меньше и меньше по объему и не перестают быть такими острыми как на в начале этого процесса связано с мобилизацией но судя по тому что вы сказали и я думаю что вы правы проблемы еще целиком далеко не решены но это вопрос времени самые острые я думаю все таки уже закрыты но это время какое-то нужно конечно на то чтобы раскручивать соответствующие отрасли производства и министерство промышленности сейчас активно это этим занимается давайте в начале недели проехали по крымскому мосту крымский мост для вас проект особый вот какие впечатления от увиденного сейчас для вас для страны для всех нас ну мне просто хотелось поддержать строителей потому что они в кору прежде всего поддержать строителей сказать им спасибо потому что они в очень короткие сроки выполнили огромный объем работы и сделали это качественно ну конечно хотелось посмотреть на самом деле это так или нет потому что одно дело то что говорят в отчетах официальных что там все закрыто а другое дело когда независимые люди дают информацию это важно и эту информацию иметь также и в этом случае в случае с мостом мне хотелось самому посмотреть как это на самом деле сделано на сделано действительно с точки зрения качества технологий применяя применявшихся на самом высшем уровне техническом и технологическом там я уже говорил не знаю насколько это было внятно ветер был сильный слышно там не слышно не знаю но рядом две полосы они в рабочем состоянии но все-таки строители считают что там какие-то сантиметры миллиметра надо довести до стопроцентного нормативного состояния просто в превентивном порядке что называется будут это делать и это согласовало они сейчас здесь полосы закроют или уже закрыли не знаю и будут их там доводить до стопроцентной нормы но и наверху другая другой мост там же фактически три моста у нас другой это второе мост железнодорожный одна ветка работает в полном объеме без ограничения тоннажа грузопоток идет но одна ветка там поскольку состав стоял и цистерна с топливом оказалось пробитый вот за счет в основном пожара там произошли изменения которые нужно тоже привести в порядок так что обещают сделать автомобильную часть где-то в марте правда планировали попозже но обещают мне сказать что к концу марта закончен железнодорожную часть одну веточку обещают сделать где-то в середине лета правда сначала сказали в конце осени потом все-таки пообещали к середине лет я думаю что где-то летом наверняка сделают делают очень хорошо и качественно уверен что все будет сделано в срок не сомневаюсь спасибо большое